Здравствуйте, уважаемые друзья Сегодня я хочу ответить на вопрос, посвященный отношениям с соседями Меня спрашивают, что из себя представляют отношения с соседями здесь Насколько здесь терпимо и нетерпимо относятся к шуму Можно ли шуметь после десяти, в частности, брать гитару и играть на ней и на нервах соседей Насколько здесь отношения с соседями дружеские Можно ли просить соль, спички и так далее Давайте начнем, наверное, с классификации соседей Канада, как я уже много раз говорил, это мигрантская страна В которой порядка 20% населения родилось за пределами Канады Соответственно, когда вы поселитесь в многоквартирном доме, то у вас будет два варианта Либо вы будете жить с канадцами, которые родились здесь Либо вы будете жить вместе с такими же иммигрантами, как и вы из разных стран Соответственно, если вы будете жить с иммигрантами из разных стран То, скорее всего, никакого взаимодействия между вами и вашими соседями не будет Как правило, иммигранты в силу своего плохого языка Они, может, и хотят пообщаться, но ничего толкового из этого не получается Поэтому вы будете просто улыбаться, махать руками Пытаться переброситься какими-то фразами и так далее Ну, опять же, всегда бывают исключения Могут оказаться иммигранты с хорошим очень языком Приехавшие из Англии франкоговорящих стран Вот И тогда у вас никаких проблем с коммуникацией не будет И надо сразу же оговориться, что Если вы поселитесь в русском районе То вполне вероятно, что Вашими соседями будут выходцы из бывших советских республик И, соответственно, никаких проблем, равно как и никаких изменений В формате взаимодействия с соседями у вас не будет Вы будете так же общаться с соседями, как и дома общались Вы будете так же поддерживать свои отношения с точки зрения соли и спичек Ну и прочее, прочее, прочее Это вот одна сторона медали Вторая сторона медали – это соседи, которые местные канадцы Которые родились здесь И говорят на родном для них французском или английском языке Что с ними? Мой личный опыт Я не буду говорить там про других Я говорю про свой личный опыт Люди безумно приветливые Соседи Очень открытые Интересуются вашей жизнью всегда Всегда, абсолютно практически всегда Расположены к тому, чтобы поговорить за жизнь Потрепаться Начиная от вопросов о природе О том, как, блин, уже надоела всем зима Которая началась в декабре А сейчас апреле И, собственно, зима не хочет заканчиваться Вот вы сейчас видите, что у нас на обочинах много свежего снега Потому что у нас два дня подряд был там 5 ДНС Снежная буря Снежные, снежные осадки у нас были И, соответственно, заканчивая вопросами, связанными там с С политикой, я не знаю, там С твоими личными делами, твоими личными проблемами, впечатлениями и так далее То есть они очень приветливые Они очень контактные Особенно, если, скажем, это люди там В возрасте там старше 50-60 Это вообще золотая жила с точки зрения практикования языка Вам надо будет просто познакомиться Пару раз вы будете кивать друг к головой Приветствовать и прощаться А потом, собственно, вы почти будете лучше друг семьи Далее, что по поводу соседей местных Вот вопросы, связанные с спичками, солью и так далее У меня лично никогда такого опыта не было Ко мне никто не обращался Я не слышал ни от кого, чтобы у людей была такая ситуация Из вопросов взаимовыручки могу сказать, что, допустим Мой лендлорд Когда он не может по каким-то причинам до меня дозвониться Он просит мою соседку, чтобы она повесила у меня на двери сообщение от его имени О том, когда он придет за деньгей За чеком с квартплатой Что касается шума То здесь абсолютно те же самые сроки, что и в России После 10 часов шуметь нельзя В случае, если люди там реально шумят То вы можете не стучать, ничего делать А просто вызвать полицию, полиция приедет и сделает замечание Если вы не хотите доводить до полиции То вы должны предупредить о том, что вас беспокоят ваши соседи Вашего лендлорда, собственника жилья Или его представителя И тогда он будет выступать в качестве вашего посредника И улаживать вопросы, связанные с дискомфортом, который доставляют вам соседи Соответственно, там дальнейшие меры воздействия Если вас соседи не слушают и не изменяют свое поведение После общения с лендлордом Это письменное уведомление со стороны лендлорда И, соответственно, если это уже не помогает Тогда уже, собственно, принимаются решения о вселении таких соседей То есть здесь все очень формализовано Без каких-либо переходов на личности Необходимости разговаривать и доказывать лично кому-то Чье-то неправильное поведение Все взаимодействие происходит либо через лендлорда Либо, если вам угодно, через вашего адвоката, вашего юриста Так, и, собственно, что такое? По поводу музыки и так далее То есть, опять же, мы можем бренчать на гитаре Тихонечко себе под нос Но, вот скажем, если кто-то из вашей семьи вдруг захотел организовать музыкальную группу Играть на ударниках, на электрогитаре То этот номер не пройдет Потому что существуют прописанные в законе Ограничения по уровню шумов в жилых зонах И, соответственно, если вы будете громко играть Кромко шуметь То тогда, опять же, на вас пожалуются Вам сделают устное замечание Потом, может быть, не устное замечание То есть, лучше не доводить Потому что, как я уже говорил в видео, которое посвящено поиску жилья При смене места Очень часто лендлорды просят предоставить рекомендацию От предыдущего лендлорда То есть, если вы плохо попрощаетесь с вашим предыдущим лендлордом То тогда у вас могут быть проблемы с поиском нового жилья То есть, надо всегда об этом помнить И надо себя контролировать в этом плане Ну, собственно, вот По вопросу ответил Если будут какие-то уточнения, замечания Пишите Спрашивайте Попытаюсь ответить, если смогу Всего хорошего До свидания